Всем привет! Сегодня мы будем рассчитывать расход общей обмена системы вентиляции подземной стоянки автомобилей. Расчет расхода воздуха мы будем рассматривать на примере подземной стоянки автомобилей под жилым комплексом на уровне минус первого этажа. Первый пожарный отсек. И сразу поговорим о нормативной литературе. В данном случае мы будем пользоваться такими документами, как ОНТП 0191. Вот он. Несмотря на год, он до сих пор считается действующим. И методическими рекомендациями по проектированию инженерных систем стоянок автомобилей. Приложение А. И в том и в другом случае мы будем считать по одним и тем же формулам. Так как вот в приложении А мы видим формулу А2. Она имеет вот такой вот вид. Это расчет максимальных секундных выбросов по ОНТП. То есть в данной редакции у нас страница 185. Вот у нас эта формула. Она в таком же виде представлена. По техзаданию в нашем случае имеется 157 парковочных мест. Это задается частью ТХ. Эта цифра фактически у нас всегда имеется. Тут проблем никаких не возникает. Далее переходим к самой формуле. Мы считаем массу выбросов окиси углерода. Первая величина, с которой мы сталкиваемся, это Q. Это удельный выброс загрязняющего вещества. Мы его принимаем в нашем случае 28. Откуда мы его берем? Если мы смотрим методические указания, то мы... Еще раз повторюсь. И в методических, и в ОНТП таблицы и данные таблицы совпадают. То есть это у нас таблица А1, удельные выбросы. Вот мы находим СО. Мы смотрим. Автомобиль легковые среднего класса. В данном случае принимаем величину 28. Что касается ОНТП, то здесь у нас таблица 4. Также смотрим автомобили среднего класса. Вот если берем 2000 год, СО у нас... Вот она, циферка 28. Далее мы переходим к величине L. Это условный пробег одного автомобиля за цикл на территории стоянки. Также у нас по методическим указаниям, если мы работаем, это таблица А2. У нас закрытая стоянка, легковые автомобили. Соответственно, вот въезд 0.25, выезд 0.7. То же самое у нас представлено в ОНТП, только в таблице 5. Вот у нас таблица 5, это страница 184. В данной редакции вот закрытая стоянка 0.25, 0.7. Эти величины мы складываем, у нас получается 0.95. Далее у нас идет величина эксплуатационного количества автомобилей на стоянках с учетом коэффициента выпуска. И устанавливается она у нас технологической частью проекта. Должна устанавливаться. Но как бывает в реальности, этот запрашиваемый параметр никто не дает. Дальше расскажу, как его подобрать и проверить себя. В данном случае мы берем 12 автомобилей. И сейчас пока будем ориентироваться на это число. Также имеется у нас еще в формуле КС. Это коэффициент, учитывающий влияние режима движения автомобиля. Мы его также берем из таблиц. По методическим указаниям этой таблицы А3. То есть мы смотрим, у нас закрытая стоянка, движение автомобилей со средней технической скоростью, концентрация CO 1.4 в данном случае. По ОНТП это у нас страничка 185. Вот мы видим аналогичную табличку, коэффициент 1.4. Далее запишем все известные величины, формулу и получаем массу выброса локуси углерода. То есть в данном случае мы вот такую величину получаем. Затем переходим к определению расхода удаляемого воздуха. Для этого нам понадобится знать величину массы выброса, которую мы нашли только что, и величину ПДК. Здесь мы возвращаемся к нашему СП с стоянки автомобилей, пункт 8.3.10. И отсюда как раз вот видим, то есть воздухобмен в стоянках автомобилей индивидуального транспорта определяется расчетом плюс средненного значения количества въездов и выездов. При этом концентрацию оксида углерода принимаем 20 мг на метр кубический. Также сразу смотрим в этом пункте, обращаем внимание, чуть ниже на предпоследний абзац. Там, где сказано, что в подземных стоянках автомобилей, встроенных в жилые здания, следует принимать 20% превышение вытяжки над притоком. Это мы имеем в виду для дальнейшего расчета притока. Что касается формулы расхода удаляемого воздуха. Масса нам теперь известна. ПДК мы принимаем 20. Это допустимое содержание окиси углерода. Также у нас имеется ссылка на ГОСТ, откуда эта циферка образовалась. И тут дальше есть следующая величина. Это содержание окиси углерода в наружном воздухе, которое принимается по данным заказчика и санэпидемстанции города. Это опять отсылка к данным ТХ, которые обычно не предоставляются. То есть из опыта, наверное, один раз только мне их предоставили. И цифра была 6 мг. Пока ее оставляю. Тоже объясню потом, как проверить. Все данные мы подставляем в эту формулу. И получаем вот такую вот величину. 23 950 кубических метров в час. И вот теперь мы проверяем расход воздуха на одну машину, который должен составить не менее 150 кубических метров в час. То есть наш расход мы делим на 157 машиномест. И в данном случае получаем 152 кубических метров в час, что удовлетворяет данному условию. Отсюда, соответственно, про недостающие данные. Это эксплуатационное количество автомобилей, которые часто бывают самым первым недостающим числом. То есть тут мы ориентируемся методом подбора. И затем в обратном порядке часто согласовываем это число. То есть самое главное, чтобы у нас условие не менее 150 кубометров в час на одну машину было выполнено. И переходим к расчету расхода приточного воздуха. Возвращаясь к пункту 8.3.10 из П-113 стоянки автомобилей, мы определяем, что расход приточного воздуха будет меньше на 20%. В нашем случае он составит 19 160 кубических метров в час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова